Важным элементом в момент удара является жесткая структура и устремление вперед. Для этого есть несколько вариантов упражнений. Начнем с первого. Становимся к стенке, упираем все в нее и отходим чуть-чуть назад, чтобы у нас создался угол. И устремляем колено вперед. Не должно быть никаких прогибов, наклонов. То есть мы должны поймать две точки опоры в стене и в полу. То есть то же самое, что будет впоследствии с противником. Устремляемся вперед. Колено также указывает направление. Почувствовали давление, убираем руки, падаем на ногу. Следующим этапом мы отходим от стены и падаем на ногу. Зафиксировали, убрали устремление вперед. Вот то, о чем и говорил Джек Демпси. Используем гравитацию для воздействия на противник. И вот тогда мы вкладываем все в масло. Следующим этапом усложняем присели вперед. Вперед. Мы не делаем два движения, что сначала мы присели, встали и потом вперед. Нет. И с позиции седок мы устремляемся в цель. Зафиксировали, убрали. Таким образом мы также прорабатываем четыре направления. Противник спереди. Противник справа. Присели и вставая сразу пошли вперед. Противник слева и противник сзади. То есть становимся к цели спиной. Приседаем. Поднимаясь. Втыкаемся в стену. Двумя руками мы делаем на начальном этапе обязательно, чтобы полностью отработать центр. Чтобы у нас не было перекосов. Также направление нам указывает колено. Именно поэтому, когда мы поднимаемся, мы не поворачиваемся только с плечами. А выводим колено и весь центр в цель. Более сложным вариантом делаем все то же самое только через бёрпи. То есть встали при цели по сигналу, по команде, падаем и вскакиваем в цель. И также все четыре направления. Освоив, понимав работу центра, мы переходим на работу одной рукой. То есть мы поднимаемся. Здесь мы не должны зависеть от того, какая нога пошла. Мы можем воткнуться одноименной нога-рука, либо разноименной. Это позволит нам как выстроить структуру для удара передней рукой, так и структуру для удара задней рукой. Поймав вот это ощущение, все четыре направления мы делаем на воздухе. Например, либо с седа, либо с бёрпи. Присели, ушли вперёд. Присели, ушли вперёд. Присели, ушли вперёд. Здесь добавляется ещё один ключевой момент. Это постановка ноги. Нога ставится ровно для того, чтобы мы не упали. Но сначала воздействие на цель. И потом только постановка ноги. Мы должны влететь, упасть в противника. И вот на тот случай, если мы промахиваемся, или он мягко нас встретил, мы не пойдём кувырком, мы падаем на ногу. Очень важный момент. Именно в момент промахивания мы понимаем, насколько правильно технически мы делаем то или иное действие. Освоив на воздухе одиночные удары, неважно какие, мы можем переходить к комбинированию. Двойки, тройки и тому подобное. Главное, что комбинация заканчивается до того, как встанет нога, коснётся пола. То есть, я поднимаюсь, бам-бам-бам. Ни в коем случае не должно быть. Раз, два, три. Нет. Раз, два, три. Всё время с устремлением вперёд. Это очень важный момент. Поработав с фронтальной позиции, выходы во всех направлениях, поймав это правильное ощущение, вложение жёсткой структуры в цель, пробуем делать ровно то же самое уже со своей боевой позиции. Опять же, начиная с стенки, потом по воздуху. Например, становимся в позицию, присели, вошли в цель. На воздухе. Присели. Но обувь. Представьте, как будто вот некое препятствие, и вы должны перешоркнуть её. Обязательно поднимать. Впоследствии это можно делать будет и вдоль пола. Но для того, чтобы поймать устремление вперёд, чтобы вы стоите, вас сила гравитации несла вперёд. Пробуем.